Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о моем Ornatrix Workflow. О создании COAS Rendered 3ds Max и Maya. Поговорим о том, почему я перешел на нее и как же все-таки экспортировать волосы в 3ds Max и именно из Maya. Для урока Вам понадобится скрипт Braidmaker, который можно купить, перейдя по ссылке на моем блоге в Material4TOOTS. Нажав на ссылку, Вы откройте Gumroad Akash CGI и здесь сможете приобрести данный скрипт. Там же Вы найдете видео с демонстрацией возможностей и инструкцией инсталляции в Maya. Если у Вас нет Ornatrix в Maya, то Вы можете скачать демо-версию, чтобы ознакомиться с возможностями плагина на официальном сайте. Как я помню, это полноценная версия, просто в ней убрали возможность сохранять сцену. После того, как Вы установили Braidmaker скрипт, по инструкции заходим в Windows. Setting Preference. И выбираем Plugin Manager, чтобы его включить. В появившемся списке Вы увидите два скрипта Braidmaker. Один из которых может не включаться, так как является простым source скриптом и об этом предупреждает сам автор. Затем заходим в Script Editor, выбираем File Open Script и открываем файл Braidmaker. Выделяем все данные скрипта, которые появились в нижней части Script Editor и перетягиваем на шею с зажатой средней кнопкой мыши в категорию Custom. После чего Вы сможете открывать Braidmaker с помощью специальной иконки, которая появится на шельфе. Итак, прежде чем начать рассказ о моем Ornatrix Workflow, я хотел бы рассказать Вам о том, почему я все-таки перешел на Ornatrix для Maya. И многие из Вас задавали вопрос, почему я даже рендеря в Corona Renderer для 3ds Max, делаю сначала волосы в Maya, а потом их экспортирую для рендера. Во-первых, в Maya очень крутой Viewport 2.0. Чтобы показать в чем его крутость, я выберу стандартный preset Ornatrix. Удалю несколько гидов. Расчешу их. Добавлю несколько гидов, чтобы закрыть все пробелы, которые явно видны. Кстати, в новой версии Ornatrix Вы уже можете рисовать гиды, но об этом поговорим позже, так как данную часть видео я еще писал, когда этой возможности не было. Сразу хочу предупредить, что я не буду прям подробно разбирать каждый модификатор, так как это все уже можно посмотреть в уроках для 3ds Max. Ведь Ornatrix в Maya похож на версию для него и все модификаторы работают по тому же принципу. То есть Maxxer очень легко перейти на версию под Maya. Это как раз второй момент, который мотивировал меня перейти на нее без всяких сложностей. Но Ornatrix под Maya на данный момент круче и все новые функции сначала появляются в ней, а потом в версии по 3ds Max. В данный момент это шестая бета. Так вот, вернемся к Viewport 2.0. Когда Вы застайли эти волосы в Edit Guides каким-то таким образом, потом переходим в Hair From Guides, немного его настраиваем и что мы видим? Без рендера спокойно можно смотреть, что у Вас получается прямо в Viewport, благодаря специальному шейдеру для волос. У него настроен правильный анизотропный блик и в большинстве случаев, если у Вас мощная видеокарта, Вам не нужно делать кучу пререндеров, чтобы посмотреть на результат. То есть включив Ambient Occlusion, Anti-Lizing и продолжив стайлить волосы разными модификаторами. Вы будете видеть результат во Viewport, которого достаточно, чтобы понять, что у Вас получается. Причем Вы можете добавить стандартные источники света и увидеть результат с настроенным освещением. Причем Вы будете видеть, как волосы реагируют на него. Вы даже можете немного настроить этот шейдер и получить какой-то другой результат. Это очень удобно и в 3ds Max до сих пор такого нет. Давайте откроем его для сравнения. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok